Студия «Новоком» и фирма «Ньютон» представляют. Юрий Стоянов и Илья Олейников в программе «Городок». Юрий Стоянов и Илья Олейников. Юрий Стоянов и Илья Олейников, а также все, кто с ними связан, все их родственники, племянники, дочери, сыновья, бабушки, дедушки, сержантши, прапорши, мичманши, офицерши, генеральши и маршинши. Не обижайтесь, просто мы хотели подчеркнуть, что мы поздоровались как бы со всей страной. Ну, мы не знаем, как в других городках, а вот в нашем городке мужским считается не конкретный день, ну такой, как 23 февраля, а просто весь февраль, вот так вот, с Кружеником. Да, у нас в городке как февраль, так у мужиков оттяг. Да, а у женщин напряг. Ну, мы знаем, что людям, которые связаны с армией, ну сейчас приходится очень не сладко, очень непросто, и нам бы хотелось, чтобы хотя бы сегодня, вот вместе с нами, они немножко оттаяли, улыбнули, даже посмеялись. Ну, а почему бы и нет? Ну, мы, по-моему, не имеем на это право, тем более, что мы с Юрой служили вместе в армии, и даже бы служили до такого звания высоко-рядовой. Ну, мы и сегодня с гордостью несем это высочайшее звание рядовой артисты. Почу в шапке. Ивану! Я! Почему в шапке? Ивану! Ивану! Хочу, без шапки! Ну, что, Федя, идти, твою мать, опять почему в шапке, почему без шапки? Ну, что, ты повод не можешь найти, тебе надо солдата наказать, найди повод. Скажи ему, боец, принесите водички. Он тебе приносит водичку, простую, а ты ему, почему она не газирована? Тогда уже дал глухо, ну и так дальше ты там знаешь, иди, действуй. Нет. Иванов! Я! Ну, господин мне водичек, принеси, подпишите. Есть. Вон какой, товарищ, прапорщик? Простой или, может, газированный? Вон какой, товарищ, прапорщик, 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 прапорщик. Здравствуй, Борис Иванович. Здравствуйте, Кирилл Викторович. А что это с вами такое? Что, радикулит? Никак нет, товарищ генерал. Просто новые подтяжки. О! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здрасте Добрый день У вас перевес 75 килограмм Вам платить Кассу 75 тысяч Сколько? 75 тысяч Ага, спасибо Спасибо Вылезайте, товарищ прапорщик Как пассажир Вы стоите дешевле В нашем городке Все гражданское население Больше всего боится двух вещей Это объявление войны И объявление рекламной паузы Поэтому мы вот здесь посоветовались Поэтому мы вот здесь посоветовались И решили, что будет лучше, если мы все-таки объявим рекламную паузу Потому что все остальное Уже объявлено без нас Берлин Гитлер в гостях устремляет В этот вечер Юра ввел себя странным Сервис Спросил он Как вы объясните, что на этом предмете Принадлежавшем русской родительской Оказались ваши пальчики? А вот это же действительно прокол Подумал, что нет Надо было работать с перчатками С перчатками в фабрике имени Бегина У Штерлица была одна страсть Он очень любил коллекционировать маркер Такое коллекции не мог похвастаться Никто в гостях Но больше всего Штерлиц любил бунды с маркер КГБ инвест Работа в ближнем и дальнем зарубежном В Берлин Штерлиц пригласил Гитлера на прогулку Неожиданно Гитлер попросил Штерлицу Засунуть звук в левый карман в лисе Никогда, что ли, не было так ближе к концу Как нас это променял и знал Подумал Штерлиц Так откуда у вас эта мягкая игрушка Спросил Гитлер От полного центра нашел Штерлиц Здравствуйте В эфире программа 200 и Илья Олеников Как нам только что сообщили из пресс-центра Министерства обороны Утверждены новые воинские звания Шнапс-капитан Йо-майор И Пол Потт-ковник И еще одно сообщение Генерал авиации Засел за книгу мемуаров Под названием Как я пролетел Тишинев На вооружение молдавской армии Поступила новая румынская секретная установка Прибор ночного щупания Ну а сейчас Короткий праздничный репортаж Нашего корреспондента Юрия Стоянова Коль Ну разговор у нас будет сегодня С тобой Жесткий Мужской Место невеселое Которым ты находишься К шуткам не располагает Скажи пожалуйста Правда ли что ВЧ номер 286 Друг 16 За тобой закрепилась Утвердилась Такая Страшная В общем Кличка Как Коля садист Да правда Правда А как ты думаешь Соответствует ли Действительности Эта кличка Правы ли те люди Которые тебе ее дали Я не знаю Видея Ну и тогда Самый Серьезный Может быть Неприятный для тебя вопрос Нам надо это понять Нам важно Это понять Коля Скажи пожалуйста Как получилось Как случилось Как началось Как это вышло Что ты Коля Стал Садистом Я даже не знаю С чего начать Коля Коля Помогите Помогите Люди Помоги Митя Снимай Митя Помогите Коля Садист Можно Митя Пиши Юрий Стоян Специально Для программы 200 Еще Расскажу Специально Для программы 200 Юрий Стоян На прощание Напоминаю вам Что в городке Начались Магнитные бури Поэтому Владельцев Металлических Зубов Просим быть Особенно Осторожными Ну вот Шучок Всего доброго И главное Здоровья Вам Россия Год 1919 Кремль В беседе С английским Писателем Гербертом Уэлсом Ленин Очень Огорчался Что его Мать Не дожила Всего Год До революции Уже Лучше Бо Я не Дожил Говорит Он И Герберт Уэлс С ним Тактично Соглашался Его Мать Всемирная История Сберкаса Немного 2 2 2 Россия Год 1916 Петроград Однажды Крупская Шила Ленину Кепку С двойным Дном Куда Она Тут же Спрятана В план Вооруженного Воздания С тех пор Ильич Никогда Не сдавал Кепку Бардиров А Всегда Держал Ее в Куроке Кепка Всемирная История Сберкаса Номер 2 Вы знаете В нашем городке Все мужчины Просто обожают Фильмы Ужасов Ну естественно В нашем исполнении И мы там все время Вот так Вот так Вот так Вяло Ну-ка Покажи еще раз Упчу Вяло Смотри 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 И все Жутко Пугают А мы Сегодня Решили Вас Немножко Попугать Идет Заразно Топчет Своими Сапогами Салдафон Сапожище Несаверима Ой Ай Он Мерда Он Мерда Ты Опять Нажрался Ты Нажрался Ты Нажрался Ты Мерда Ты Правильно Мама Говорила Не выходи Замуж Идет Иди Вход Вперед 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 Где ты был Где погон Погон Где Да вот Погон Вот Погон Погон На Погон Вот Звезду Приспандор Сюда Петю Петю Что полковник Катали Коля Дрется Все Господи Не зря Я мучилась Правильно Мама Говорила Будет Колька Полковников Ух ты Боже Ой Господи Радость Какая Радость Ну вот И все Получит Колька Попаху И сделаем Из нее Меня Меня воротник Приспандор Звезду А вот Эти Вот Две Убрать Нахрен Земля Земля 8300 Высота 8300 Внимание По виду Бреждан Вы пересекли Воздушное Пространство Независимой Субвенной Великой Украины Алло Алло Братан Слышишь Братанчик Друган Ласкаль Дай немножко Безбил Слышишь Дай по-хорошему Сколько Три Дай Это только кажется Что в армии Все одеты одинаково Черная, серая, зеленая, пятнистая На самом деле Каждый военный человек Пытается в армейскую одежду Что-нибудь внести Или внести Предлагаем вашему вниманию Коллекцию повседневной И парадной военной одежды Сезона Зиба-весна Девяносто три Модель первая Плащ Кроватка Вторая модель Зимняя шинель С комбинированной Меховой горжеткой В комплекте С редикюлем Еще одна версия Выходной одежды С шапкой Для отдания чести И в заключении Солдатский пояс верности Любимой девушке В армии не до приколов Главное в армии Дисциплина Скрытая камера Спрятанная в спортзале Одной из частей нашего городка Подтверждает эти Уставные истины С вами будет проводить занятие Рейтенант Пилипчук Спортивные клубы армии Вот Самое главное Это внимание Внимание И Постараться по максимуму Запомнить все движения Которые вами будут показывать Пожалуйста, Шейнер Раз, два, два, три, раз Найдем наши занятия Приготовились Повторяемся за мной Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот и все Вот и закончилась Наша с вами февральская встреча Дорогие мужчины А с вами, дорогие женщины Мы в марте-то говорим Угу Так что готовьтесь К чему? Они знают Дорогие женщины Дорогие женщины Дорогие женщины Дорогие женщины